Привет, я Стив Келли, старший пастор церкви Волна, Вирджиния-Бич, штат Западная Вирджиния. Как всегда, хочу поблагодарить вас за то, что вы пригласили меня с этой программой в свою гостиную, номер отеля, домой или в какое-то другое место. Я уверен, что вам понравится сегодняшнее послание, и с церкви Волна мы проговорим сегодня слово в вашу жизнь. Готовьтесь, это слово изменит вашу жизнь. Вы удивитесь тому, как Божье Слово может помочь вам в повседневной жизни. Где-то 35 лет назад у нас, Шерон, не было детей. Мы выступали у нашего друга в его церкви. Он был старше нас где-то на 30 лет. Мы наблюдали за тем, как он воспитывал своих детей. Мы видели его как отца, как пастыря и восхищались им. Для нас было честью выступать в его церкви. После вечернего служения мы поехали в Макдональдс. Это было единственное открытое место в той округе, которое еще работало в такое время. Его сын-подросток, по-моему, у них трое детей, повез нас в Макдональдс. Я обожаю ребят, которым по 17-18 лет. Я видел, как они подходили к своему пожилому отцу, обнимали его, целовали его в щеку и говорили, «Я люблю тебя, пап». Я посмотрел на них и сказал, «Шерон, вот чего я хочу». Тогда у нас еще не было детей. Я сказал, «Шерон, ты видела, какие у него взаимоотношения с сыном?» Эти мальчики-подростки без всякого стыда подошли и сказали о любви к своему отцу. И не только сказали. Они поцеловали его в щеку и обняли перед другими людьми. Я сказал, «Вот каким родителем я хочу быть». Мы с Шерон сказали им, «Вы могли бы научить нас, как быть хорошими родителями». Тогда мы даже не думали о детях, но понимали, что они появятся. Я хотел, чтобы они рассказали нам, что они делают. Это наши близкие друзья, Иоанн и Джоанн Вудс. Где-то два года назад я был в Лас-Вегасе, посещал его в больнице, он умирал от рака. По благодати Божией я научился у него, как быть хорошим мужем и отцом. Кто из вас знает, что нам нужны примеры для подражания? Буду откровенен с вами. Я люблю своего отца, но в ранние годы моего детства и развития его не было рядом. Он был отцом-алкоголиком и картежником. Позже он спасся и стал моим героем. Но в те дни у меня не было хорошего земного примера отца. Я помню лишь то, что думал в детстве, «Я не хочу стать таким, как он». Это было единственное, о чем я думал. Я помню, как-то был с Джошем, и когда он был младше, то говорил мне, «Папа, когда я вырасту, то хочу быть таким, как ты». Но я не мог принять это. Я не понимал, что он пытается передать, потому что у меня не было такой связи. Я не хотел быть таким, как мой отец. А вы понимаете меня? Я хочу сказать вам, что люблю моего отца. Он на небесах, и он мой герой. Но в то время моей жизни оно было не самым лучшим, когда я видел отца. Слава Богу, что он в итоге нашел верный путь, пошел на собрание анонимных алкоголиков. Он ужасно хотел выпить. Они с матерью оба были алкоголиками и прятали пиво друг от друга. Алкоголики весьма творчески подходят к тому, чтобы спрятать что-то. Я не шучу. Я помню, как зашел в уборную, а туалет не хотел сливаться. Я поднял крышку бачка и увидел там бутылки пива, которые мама с папой прятали друг от друга. У меня была интересная жизнь в детстве. Как-то отец залез под дом и нашел там бутылку пива. Когда он нашел ее, то она была грязной, но он поцеловал ее. Он сказал, вот ты где. И тогда он ощутил, словно Бог обратился к нему. Он не был христианином, но ощутил, словно Бог сказал ему, когда ты в последний раз целовал своих детей. Но ты ползаешь на коленях под домом и целуешь бутылку спиртного. Это был поворотный момент в жизни отца. Именно тогда он пошел на собрание анонимных алкоголиков и завязал. Однажды Джош посмотрел на меня и сказал, «Пап, я хочу быть таким же, как ты, когда выросла». А я ответил, «Да, хорошо». А он говорит, «Ты против этого?» Я посмотрел и сказал, «Нет, нет». И тогда я понял, в чем дело. Вопрос был в том, что я не переживал подобного в своей жизни. Но я помню, как попросил этого человека научить меня, как быть хорошим отцом, потому что мне не хватало этого в жизни. Два года назад я был в Лас-Вегасе, когда этот человек был при смерти. Там было его три сына. Его жена и жены сыновей. Он попросил их выйти из комнаты и остался наедине со мной. Он сказал, «Стив, 35 лет назад ты попросил меня научить тебя, как быть хорошим родителем. Я знаю, что у меня осталось мало времени. И хочу попросить тебя о чем-то. Я сделал все, что мог. Я горжусь тобой и твоими детьми, как они все выросли. А теперь я хочу попросить тебя». Я спросил, «О чем?» «Позаботься о моих детях, когда меня не станет. Будь духовным отцом для них. Меня не будет рядом». Если у них был вопрос или проблема в браке, если была нужда в служении, то они обращались ко мне. Я прошу, чтобы ты был рядом, когда это понадобится моим сыновьям. Я сказал, «Иэнн, для меня будет честью сделать это». Я хочу сказать вам, слава Богу за отцов. Слава Богу за мужчин, которые дают пример во имя Иисуса. Итак, вот несколько вещей, которые я узнал об отцовстве. Во-первых, мы мужского пола от рождения, но мужчины по выбору. Аминь. Все рожденные либо мужского пола, либо женского. И вы мужского пола от рождения, но становитесь мужчиной, делая правильный выбор. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 11 стих. «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое». Я хочу сказать, что понял одну вещь, связанную с отцовством. Я становлюсь мужчиной благодаря тому выбору, который делаю. А вот вторая вещь, которую я понял. Ваши приоритеты отличаются от других мужчин, которые пока что не стали отцами. Например, в вопросе времени. До того, как у нас появились дети, я говорил, «Пошли, поужинаем». Мы спонтанно шли ужинать, и через 20 минут мы ели в ресторане, но только без детей. Когда у вас появляются дети, то ты так устаешь от подготовки к ужину, что когда нужно идти ужинать, ты истощен и не хочешь никуда идти. Кто-то понимает, о чем я? Где ты проводишь время, с кем ты проводишь время? Мне не терпелось прийти домой. Когда Алиса только родилась, то Шерон приходилось долго укладывать ее спать. Я на радостях приходил домой и спрашивал у Шерон, «А где Алиса?» Она говорила, «Она спит, и если ты разбудишь ее, то я убью тебя». И она не шутила. Но кто из вас знает, что отец должен делать то, что должен? Я не мог ничего поделать. Я приходил домой и старался думать о другом, но теперь я хотел увидеть своего ребенка. А она спала в люльке. Я трогал ее, чтобы она проснулась. Потом она открывала глазки и улыбалась. Я жил ради этой улыбки. Я просто не мог не видеть ее. Каждый вечер я лежал со спящей Алисой на груди. Я мог сидеть по пять часов, не двигаясь. Это то, что происходит, когда вы становитесь с папой. Вы мужского пола от рождения, но мужчина по выбору. А во-вторых, это меняет ваши приоритеты. На что вы тратите свои деньги? На кого? Вы начинаете думать о колледже, начинаете думать о том, как позаботиться о будущем детей, как подготовить их к жизни. Ты начинаешь думать о доме и даже своей машине. Быть отцом — это не то же самое, что быть другом для ваших детей. Я вижу, как многие родители совершают ошибку и пытаются быть друзьями своих детей, хотя в первую очередь вы их родители. Очень важно, чтобы мы понимали это. Дружба с детьми — это очень важно. Вы хотите, чтобы вы нравились своим детям. Вы хотите быть с таким папой, чтобы, возвращаясь, дети думали, «Наконец-то будет весело». Это не то же самое, когда дети разбегаются по комнатам после прихода папы, только если они не натворили дел. Тогда я хочу, чтобы они боялись, очень боялись. Это мучение посильнее самого наказания. И вы должны пользоваться этим во имя Иисуса. Я просто хотел убедиться в том, что я друг. Я хотел убедиться в том, что наш дом — это дом, в который все хотят приходить. Я хотел, чтобы их друзья чувствовали, что им рады. Я хотел, чтобы у нас было все, что им нужно. Так, во-первых, я знаю, где они. Потому что они у меня дома. И, во-вторых, я знаю, с кем они дружат, потому что они тоже у меня дома. Вы со мной? Вся суть, веселье. Я занимаюсь всем тем, чем занимаются они сами. Они занялись футболом? Я никогда не любил футбол. Никогда. Даже через миллион лет. Не полюблю. Я хотел, чтобы они играли в бейсбол. Но нет. Они хотели играть в футбол. Я научился играть в футбол. Мы привезли большие футбольные ворота. Я за дружбу. За связи. Но они нуждаются в том, чтобы вы были отцом, родителем. Намного больше, чем в друге. У них много друзей. А вы должны устанавливать границы, делиться мудростью, стандартами. Вы были созданы для того, чтобы воспитывать благочестивых детей. Я хочу сказать, чтобы отцы никогда не недооценивали важность объятий. Никогда не упускать важность того, что ваш сын нуждается в любви, внимании и поддержке. Они могут говорить «папа, хватит», «папа, не надо». Они могут сопротивляться. Но я хочу сказать, что эти вещи проникают в их душу. То же самое касается и дочерей. Я знаю, как бывает. У вас маленькая девочка, и вы любите обнимать и целовать ее. А когда они вырастают, то для некоторых отцов это становится странно. И они не знают, как с этим справиться. Они нуждаются в вас. Я считаю, что с 8 до 16 – это самые важные годы, когда отец сможет обнимать, целовать и проявлять любовь к своим детям. Конечно, все годы важны. Но именно в эти годы. Если родители будут невнимательны, то они упустят важность этого. С того времени, как Алиса родилась и до того, как вышла замуж, когда я был дома и свободен, то раз в месяц водил свою дочь на свидание отца и дочери. С самого рождения, до того, как она вышла замуж, один раз в месяц. Я делал это, потому что знал, насколько важна для девочки поддержка отца, любовь мужчины. Я не хотел, чтобы она росла без внимания мужчины в ее жизни, ведь это сделало бы ее уязвимой. Ей бы понадобилась другая особь мужского пола, чтобы получить слова поддержки. Я не хотел, чтобы у нее были проблемы в этой сфере, потому что Бог создал нас отцами и матерями. У нас есть роль. А враг и мир делают все, что могут, чтобы разрушить семью, спутать с полы и убрать отца. Но я хочу сказать вам, Бог в своей мудрости создал семью. Это его план. И он знает о важности отца в жизни сына и дочери. Вот еще одна мысль. Бог любит моих детей больше, чем я. Иногда мы, отцы, можем желать для наших сыновей или дочерей того, чего они не хотят. Вы слышите меня? И вы пытаетесь насадить свою волю, вместо того, чтобы понять их желание. Ну вот вроде футбола. Я хотел, чтобы они играли в бейсбол, но нет. Они играли в футбол. Вы ощущаете непрощение в моем сердце просто потому, как я говорю об этом. Но я не был против футбола. И когда Джош пришел ко мне и сказал, что ощутил Божий призыв к проповеди, а не играть в футбол, я был разочарован. Не в том, что он будет проповедовать, а в том, что я больше не увижу, как он играет. Кстати, отцы, когда вы идете на матчи и стоите сбоку, думая, сколько еще это будет длиться, я бы отдал все, чтобы вернуться в это время. Я скучаю по этим дням. Они проходят так быстро. Не отбрасывайте своих детей. Я готов на все, чтобы снова сесть на скамейку. Я зашел в один отель в Ричмонде, штат Вирджиния. Там была мать, которая разозлилась на дочь. Дочь была в футбольной форме. Она надела не ту форму на игру. Скажу, как есть. Она была не в себе. Я смотрю на нее, она кричит, иди в лифт. Я шел, словно меня не было там. А потом она посмотрела на меня, а я улыбнулся, привет. А она сказала, она забыла и надела не ту форму. Вы можете поверить в это? Мы прилетели из Огайо, чтобы поучаствовать в этом чемпионате, а она не может пойти играть. Мне нужно лететь назад за нужной формой. Я посмотрел на нее и сказал, «Мэм, я помню эти дни. Я готов на все, лишь бы вернуть это время. Просто наслаждайтесь тем, что вы здесь, а ваша дочь с вами». Она посмотрела на меня и такая говорит, «А вы правы». Дочь посмотрела на меня с выражением «спасибо». «Вы спасли меня». Я постоянно встречался с ними в отеле. И в итоге она спросила, «А кто вы?» Я сказал, «Я пастор». Она ответила, «Я так и знала». Я думала, что вы мотиватор. Я знала, что вы непростой человек. Иногда с этим трудно иметь дело. Но Библия говорит, «Если вы знаете, как давать добрые дары своим детям, когда злы, то тем более вы должны искать того, что Бог хочет для вас». Я обращаюсь к родителям. Послушайте, вам нужно желать больше того, что хочет Бог, чем того, что хотите вы. Я хочу, чтобы они желали Бога. До того, как дети родились, мы определили следующие цели. Первое, они должны любить Божий дом. Второе, что бы они ни делали, они должны делать это во славу Бога. Они не обязаны были заниматься служением, но по благодати Божией все они служат. Я рад видеть Сэма и Лори, которые приехали из Техаса. Они приехали с малышом Сандером. «Третье сентября. Я люблю быть дедушкой». Я рассказывал вам об этом. Я буду тем надоедливым дедушкой, если еще не стал им. Я понимаю, что Бог любит их больше, чем я. И следующий пункт... Нужно ускориться, пожалуй, да? Следующий пункт по очереди у нас пятый. Духовный рост ваших детей — это ваша ответственность. Я обращаюсь к отцам. Я не давлю. Я напоминаю. Духовный рост ваших детей — это ваша ответственность, а не жены и не пастыря. Да, иногда мы думаем, что этим занимаются женщины. Женщины читают детям истории из Библии, молятся. Я верю, что отцы должны делать это. Библия говорит, что муж — глава жене. Есть нечто привлекательное в отце, который духовно возглавляет семью. Это нельзя передать молодежному пастору или лидеру домашней группы ни в коем случае. Именно отцы должны заниматься духовным воспитанием своих детей, душевным, телесным, как хотите. Я услышу? Аминь. От отцов? Это было жалко. Если бы я сказал «Библия», говорит «Занимайтесь любовью». Я услышу? Аминь. Отцы? Я попытаюсь. Еще раз, пожалуй. Библия говорит «Наслаждайтесь любовью с женой». Я услышу? Аминь. Отцы? Вы кучка слабаков. Но Библия говорит, что муж — глава семьи. Я услышу? Аминь. Отцы? Я услышу «Аминь» матери. Мамы сказали громче отцов. Один отец позвонил мне и сказал, «Ты не заставил моего сына пристегивать ремень». Правда, Шэрон? Ты не заставил моего сына пристегнуться, когда вез его на молодежную встречу? А кто тут отец? Не злитесь на того, кто везет его на домашнюю группу. Отец, научи своего сына. Ты ответственен за эти вещи. Я говорю в хорошем смысле. Я не обвиняю вас. Я просто говорю, что это часть вашей роли. Это часть чудесных ответственностей родителей и отцов. Я хочу напомнить в День Отца, что вы ответственны. Библия говорит о священнике и пророке Илье. Я считаю, что это один из самых интересных стихов. Он записан в Первой книге царств, второй главе. «Сыновья же Ильи были люди негодные. Они не знали Господа. Этот человек был священником и пророком. У этого человека было Слово Божие. Но Библия говорит, что его сыновья были негодные, не знали Бога. Это трагедия. Илья не передал своим детям веру. «Я хочу, чтобы мои дети любили тебя, Божиим, и твой дом. Я хочу убедиться в том, что они знают тебя. Чтобы они делали то, что ты приготовил для них. Не моя воля, а твоя, да, будет». Я понимаю, что это часть моей работы и привилегии быть отцом. Я понимаю, что этот пункт оказался для вас слишком сложным. Аминь. Иметь детей — это не то же самое, что быть отцом. Дети могут быть у кого угодно. Но чтобы быть отцом, нужно подняться на другой уровень принятия решения. Аминь. И последняя мысль звучит так. Быть отцом — это лучшее веселье во всем мире. Разве не так? Это правда, церковь. И правда, отцы. Разве это не так? Кстати, я до сих пор отец. Когда Сэм и Джош были маленькими, мы только приехали в Вирджиния-Бич, я купил им маленький мотоцикл, а на парковке построил маленькую рампу. Сначала это была маленькая рампа, и они прыгали с нее. Потом я немного увеличил ее, потом еще немного, а потом я нашел трехфутовую рампу для скейтборда и учил их прыгать на ней. Я был в восторге от этого. Это было очень весело. Я учил их, как приземляться сначала на заднее колесо, а потом на переднее. Не врезаться подбородком, а хорошо рулить, держаться за руль, как правильно держать газ. Вот так, чтобы не ехать быстрее, если что-то пойдет не так. Это было чудесно. А потом Сэм разогнался и вылетел с рампы слишком быстро. А я кричал, «Давай, Сэм!» Он полетел. Я сразу понял, что это плохо кончится. Мотоцикл упал на него. В такой момент родители обычно паникуют. Но я понимал, что если запаникую, то станет только хуже. Я специально сказал, «Это было круто!» В это время Сэм пытается снять с себя мотоцикл и подавить боль, и он поворачивается ко мне и спрашивает, «Что?» А потом он встал и закричал, «О да!» Он не дал волю слезам, а я своим эмоциям. Я отвел их в сторону и сказал, «Есть вещи, которые мы не рассказываем маме. О да!» Это одна из них. Поэтому быть отцом просто чудесно. И что бы вам не приходилось переживать, вы должны поддерживать своих детей, быть для них и друзьями, и наставниками одновременно. Аминь. Молюсь, чтобы это слово было в вашу жизнь сегодня. Вас удивит то, как Божье Слово действует в повседневной жизни. Сейчас хочу обратиться ко всем, кто слышал это послание. Сегодня я обращаюсь не к тем, кто просто находится в церкви, в здании. Я обращаюсь лично к вам, где бы вы не смотрели эту программу. Я хочу задать вам вопрос. Вы знаете Иисуса? Являетесь ли вы христианином? Переживали вы когда-нибудь личную встречу с Иисусом? Я хочу помолиться. Может, вы однажды уже молились этой молитвой, но вы знаете, что вы уже не живете для Бога так, как раньше. Тогда давайте помолимся вместе. Просто скажите «Господь Иисус, я прошу Тебя, приди в мою жизнь и прости мне мои грехи. Я принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя во имя Иисуса». Аминь. Если вы помолились этой молитвой сегодня, может, в первый раз, а может, вы просто захотели снова посвятить свою жизнь Христу, я бы хотел, чтобы вы связались с нами. Вся необходимая информация находится на экране. Просто скажите нам, что вы помолились сегодня этой молитвой, напишите нам на почту stivkelly.tv. Если вы скажете нам, что приняли такое решение, я бы с огромной радостью отправил вам подарок совершенно бесплатно, просто чтобы поздравить вас с тем решением, которое вы сегодня приняли. Мы с радостью приглашаем вас в Церковь Волна в следующее воскресенье. Мы растущая церковь, любящая Бога, жизнь и людей. У нас есть несколько кампусов, расположенных по всему Хэмптону. Чтобы узнать о местонахождении кампусов и часах служения, заходите на наш сайт. Я бы хотел еще раз обратиться к вам и сказать о том, что у вас есть уникальная возможность стать частью нашего служения. Эта программа, транслирующаяся по телевидению, является одной из самых популярных христианских программ с самым высоким рейтингом в Хэмптоне. Я бы хотел поблагодарить вас за то, что вы смотрите нас каждую неделю и предложить вам стать нашим партнером. Верю, что именно благодаря нашим верным нынешним партнерам и тем, кто к нам присоединится, мы сможем транслировать эту передачу на уровне страны и даже за ее пределами. Сейчас эту программу уже выпускают в России и на Ближнем Востоке. Если вы хотите посеять свои финансы, принести щедрую жертву, если хотите пожертвовать сейчас или присылать пожертвования еженедельно или ежемесячно, то мы с радостью дадим вам всю необходимую для этого информацию на сайте, адрес которого вы видите на экране. Станьте нашим партнером и помогите нам распространять это меняющее жизни послание. Идя путем тех, кто следовал за Христом, вы обнаружите, что этот путь идет всегда вверх. Этому миру нужны люди, которые будут говорить истину в любви и принесут порядок посреди хаоса. Кто будет светом во тьме? Выпускники, пастор, учителя, поклонники, мечтатели. Займите свое место среди них. Не бойтесь. Это ваше время, это ваша история. Мы будем поклоняться ему и величать его среди наших испытаний. Этот человек является любовь-изгоем и тем, кого никто не любит. Весь мир хочет идти за ним, следовать за ним. Общайтесь с неверующими, чтобы делиться с ними тем светом, который находится внутри вас. Поверьте, Бог твой работодатель, твой источник и твое обеспечение. Он восполнит все твои нужды по богатству своему. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok